Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! Я в первую очередь хочу поблагодарить Ордин Технадрес, которые, оказывается, участвуют в том, что важно, в основном, ученики и теоретические учреждения, сотрудничающие в личной практической реакции. Я, как русский историк, живущий и работающий в Испании, и некоторые, действительно, считают даже почет исполнения роли некого власта. И так, никогда еще историческая наука не нуждалась освещаться в разработке моделей сомнительного анализа во всем его образовании. Более того, в настоящем времени сомнительная история является одним из базовых механизмов, позволяющих изучить разные впечатления широких исторических элементов, составляющих, в частности, историю европейского мира. Тем не менее, следователю необходимо проявлять достаточную осторожность перед тем, как ступить на это непредсказуемо сомнительное происхождение. И именно поэтому украли привлекательную территорию, особенно, когда речь идет о конкретных исторических событиях. В связи с этим уместным предоставлением неландского историко-эсексуолога Марселя Вандерлинена, который утверждал, что не стоит спрашивать, можно ли сравнивать эти плодины? Правильнее будет задать вопрос, в чем именно эти элементы сопоставлены? И значение сравнительного анализа зависит от восстановки и проблем, если вы хотите спешите сказать. Другой монетной историк, британский профессор Питер Барк, считал, что суть сравнительной истории на европейских стран, начиная с периода нового времени. В основном заключается в исследовании взаимоположения двух причиненных в строго социальной рождения рождества, кто? Терпи и монахи. Другими словами государственного ручки. Соглашаясь с суждениями этих историков, хочу с вами подчеркнуть возможность и даже необходимость проведения определенной параллели между событиями, происходившими в течение шести лет, с 1828-1814 года, в испанной модели войны за независимость и Российской Отечественной войне в 1812 году. Именно с этой точки зрения. В XIX веке вдруг вновь вступает на аванс сцену, санюз, трона и алтаря. Результат векового развития процесса профессионализации, который полномерно развивается во всех без исключений европейских монахи, начиная с первых десятилетий в XVI века. В частности, эти процессы протекально в России и Испании одинаковы. В XVI веках, хотя и принимали своеобразные формы, с учетом социополитических и религиозных спецификов в Казахстане. Известно, что период так называемого конфессионализма, продолжавшийся во время государства, вплоть до эпохи эльберальных революций, представляет из себя важнейший этап в развитии европейской истории. Именно тогда религия вытянула смертельный план как один из главных механизмов, регулирующих и нормальное государственное управление. Была создана система контроля над обществом, которая управлялась сельской властью с одной стороны и властью в духовную и другую. Причем последствия всегда защищала монаршую власть впоследствии с хроническим дискуссом, в основе которого лежал еврейский постулат, утверждавший, что любая власть от Бога, а потому противец воли монарша, значок выбирать основы христианской веры церкви. Известный сантимист Хамзгер Бек называл конфессионализм политическое ортодоцательство, ведь это когда государя не пользовались услугами религиозной пропаганды, строили ее в консолидации собственной власти. Естественно, союз «Креста и корон» становился еще более авторативным в моменты поведения внешней угрозы. И особенно, если эта угроза не слаб себя не только опасна, оправдана из политической точки зрения любым у нас сразу утверждением, но, что более важно, представляла собой некий, в кавычных микроб, моральные свойства, способные подорвать внутренние устои христианских монархов. В этом смысле стоит обратить внимание на небезинтересный факт. Среди всех европейских держав именно католическая испанка, и православной России, религиозный дискурс оказался достаточно эффективным инструментом в ходе войны, который повелел со странами по защиту своей территории от великой армии. Война отечественная и война за независимость. Именно под такими названиями остались в аналогах облики русских и испанцев. И хотя на первый взгляд разница в определении не кажется значительной, необходимо подчеркнуть, что если российское убедение действительно лишь шла в отечественные войны, то есть военные освободительные, в которые принимали участие все, без исключения со словами российского общества, то в испанском периоде ситуация была не стоя назначена. Монархия Карли 4-го эпохода проживала один из самых сложных периодов в свою историю. После поражения кондиционного в 1805 году от револючанных местных и пропагали, испанцы как никогда ждула на столицу страны. И надо сказать, что в течение первой и десятилетии XIX века отношения к Абролеону в Испании вовсе не было в дате. Множество доказательств на эту тему приводят известные испанские истории приказы как Ятрафе, свои монографии «Мечта не победили на нации», у них о войне и независимости. Более того, либерально настроенные круги по руководству Хоэль Ярос и Бориа Лава представляются идеями французской революции, особенно отношениями необходимости принятия институции. Важно подчеркнуться, данная по испанской историографии Мегея Мартовой, что во время правления Карла IV, религиозные доктрины вызывали жилейший интерес у испанских интеллектуалов. Поэтому, увидев на пару собственного дома вооруженных французов, с чего поведение более походило до поведения мародеров и захватчиков, нежели посвященных за них, изумлённые и искупленные революции решили временно объединиться с монархистами и консерваторами, с тем, чтобы совместно возглавить движение народного цитирования. Когда же после больного отречения сына и отца до Бургона в корону пришла в рюки Джозе Банфарта, волна протестов пронеслась по форме традиций. Судя по всему, испанцы не хотели, или же и могли, с востровом воспринять то великое благо, которое обещали принести их отчаянию французов. В действительности же реальная ситуация разкинно восходила с планами императора. В момент воцарения Джозе Банапарта, внутренне противоречиво испанскому обществу обостренность, с появлением еще и третьей партии так называемых офранцуженных, вложенных французских. Эти профранцузские настроены представители высших знаний и хорейства, а получаются одновременно против анархистов и либералов, объединенных идей защиты своей страны от иностранного присутствия. Речь шла о первой и, к сожалению, не последней истории Испании и гражданской войне. Испанские бутылки артисты присчитали свои доли в защиту института монархии как такового, а был его легитимным и даже навязанным изменениям не представлял для них малейшего. Как бы там ни было, в обоих случаях в русском и испанском поведение французов на оккупированных территориях вольно или невольно задело самую чувствительную струну, свойственную и тем и других, глубокое религиозное чувство. Неудивительно, что в период с 1808 по 1812 годы как на имберийском полуострове, так и в обладениях Александра Валовича Романова постоянно разносились призывы к крестовому походу против безбожного, убившего государя французского. Следующим пунктом выступала необходимая защита своих семей и опять-таки вера своих отцов. Да и неудивительно, во все времена оказывались лицом большой опасности люди в первом лучшем их молили о чудах, ждали его, как манны небесные, только в храме, подали знаменителю верующих, молитву сухоений, об проповеди на ущелье. Тема религиозного полуостров и особенного участия католического руховенства в Испанской войне за независимость в настоящее время достаточно хорошо выручена. Ей посвящены отдельные главы лискоти, таких известных исследований как Шамр Ренея Мель, Миллера Партера, Антонио Мулинер Праведа, Пускуаре Мартинес и многих других. Однако, к сожалению, все они касаются отдельных персонажей или юлей, тем, что зрение блага представлена более полной или еще ждешь, что называется своей героей. С другой стороны, в российских взглядах вопрос участия православной церкви в войне 1812 года, облезняющей изученной злобой Мельниковой. Хочется отметить, что в связи моего исследования сразу привлекает внимание факт, что содержание отзывных документов, приводимых доктором Мельниковым, удивительным образом дарит смысл испанских источников, касающихся данной темы. Каковы же основные совпадения, которые удалось выявить в ходе исследований? В первую очередь, необходимо отметить важность патриотической пропаганды, и спасящие от предоставительной церкви только с высочайшим отравления советской власти. Более явно это выражалось в России, где еще с Петровского приму священника все много находился в непосредственных причинения на нашу власть, и таким образом всегда действовало в соответствии с приемлемыми операциями. Достаточно прочитать надаренное прозвание патриотического народа, буквально 1712 года, где причина вспомедлила освещание войны с Наполеоном, напрямую переснялись осъявлением ничтой о вольности, благодаря которому народ франчузский, несправеданным предстолнителем державе и алтали христианства. Если сравнить текст этого прозвания с содержанием одного из первых панифестов, подписанных у того четвертого года, не трогая понять замешательства, властившие испанцы, не забывающие позоренные церкви, обращенные в конюшный монастырь и выжженные до тла поля, оставленные после себя солдатами века. Этот монефест был опубликован через несколько дней после того, как жители Мадрида, узнали о том, что французы находились уже в двух шагах в столице, сконцентрировав свои вольска в армусе. Тем временем, король обращался к своим подъемам со следующими словами «Дышу беспокойно. Знаете, что армия моего дорожающего союзника, французского императора, пройдет по моему королевству, неся с собой идеи мира и друзей». Очень скоро Мадриц драгнулся от массовых расстрелов, учененных французскими солдатами в начале мая 1808 года в районе «Онгрого». Чуть позже, в начале 1809 года стонала голода эпидемий, осажденная войсками дрожайших союзников и царапосов. Одна из этих и многих других бедствий остались в истории благодарению войне, запечатлившего их серию своих грабюр, известных как ужасы войны. И вот тогда, в момент полного отчаяния в Испании произошел взрыв, в результате которого слились воедино политика племени. Сам факт отсутствия королевской семьи в Испании повсеместно было растерян как предательство. Во всех корициях были созданы так называемые общие собрания, кунди, представители которых в большинстве своими генералами антиклиникального толка первым делом обратились в поддержку к служителям церкви, не примкнувших французскими. Можно с уверенностью утверждать, что содержание проповедей, которые произносились во время воскресной службы во всех испанских храмах, в рамках воззвания общих собраний, постоянно оперировавших в глубинной религиозности исландского народа, удивительным образом походили по воззванию хрустов во слабой церкви. В обоих случаях призыв духовенства к народу объединялось три важнейших момента. Защита веры отцов, защита своего отечества и защита монахов. Какова и являлась основным гарантом духовной и политической стабильной. Будущим социальным институтом возглавляемым помазанным божем. А значит, государин обязан выполнять умы, возложенные на него самим Всевышним. Предлитом своего народа, монах, будь вам патолический и православный, заявлял об обязанности защиты Родины от французского антихриста. Убийца оскорбительная и оскорбительная самой идеей абсолютной монахи. Называется самым памятным образами счастья Рудовика Шестнадцатого и Марианны Вороной. Причем здесь необходимо заметить, что тема французского антихриста довольно хорошо изучена в Испании, что справедливо отечественных недавних городов, которые получили участники Конгресса в статье и Галейников и стереографической статьи. Причем с первого взгляда привлекает внимание упоминание о хрестомандии на известном гражданском катехизисе, одном из многочисленных политических названий, известном в свое время каждому грамотному испанку. И даже опубликованном в 1819 году в русском переводе на страницах воспоминаний об Испании в отдел Бугарина. Так кто же объявлялся врагом благополучия и предпорядочных правоярных испанцев? Разумеется, пиратов. Почему? Все просто. Ибо происходят греха, и суть есть воярного естества, дьявольства и человечества. Неудивительно, что приближится полный храм на пропанации святынь, учленные французами в России и в Испании, только способностям популярности этих прокламаций, относившихся явно религиозный характер. Штен, в дневнике срабоцкого священства по уступлению Смайюли Субарису, который описал события, происходившие в столице Равондах во время французской осады, продолжавшейся с мая по февраль 1808 года. Цитирую. Жительницы Равондах были стоя напуганные средствами отекста королевской семьи, сражениями с французской армией и присутствием огромного количества иностранных солдат на подступок к своему городу, что Рима Ресецепер, умоляя о чуде, «Чудо, святая Лева, сотвори чудо!» и «Чудо» и «Чудо», что еще более увеличило восстановление народа искавшего защиты от французов по своей макроизме. Известия, касающиеся с праздник событий 1809 года в Паталонии, нашлись в отношении в дневнике отца Феррера, с возмущением описывающего в Киевской армии, и не наиболее сражениях к французскому и в последние событий, Но наиболее пострадала во время Уприлоновского нашествия черных храмовцев. Силы изгнаны из своих монастырейцев, где родцу уходили в море, с тем, чтобы привыкнуть к абстракту с убеждением. Такова была история монаха Путина Марианной семьи, подносившего артиллерийские снаряды защитникам Калица во время отсада 1810-1812 года. Или же можно вспомнить арестованную операцию, проводила в окрестностях в Валенте с высшим францисканцем Арсению Неботом по прозвищу монах, память которого оказалась столь незлодимой, что осталось документально зафиксированные воспоминания Машего Сушепа, герцога Аликферского и победителя битвы Пресобуды и Тортос. Так же отважно сражались представители православных украинцев, что говорит множество примеров. Не всякого сомнения, фигура воина в священном царе, будь то монарх, изгнанный из разрушения, аудитористия на русских стремонтур или гостей, их саду солдатами, братьями, сульты, или же представитель православного воинского украинства, вынимавшим своими проповедями дух и вероумская армия в битвах при Смоленске и Бородино, была одним из ключевых факторов поддержания духа нации, как в храме, так и на поле братья. Конечно, я повторюсь, в исландском обществе установил определенный слой священнослужителей клуба Рационистов, которые молча поддерживали политику уже за барабан или же в силу определенных причин оказывали открытое соответственно в Леновске войска, как это произошло в полицейских городах Акурудно, Луганом, Донецом. Известно, что в России также имело место отдельное случай непротивления и даже явного сотрудничества с Французом, что особенно явно появилось на Аккурте, в район интервью, в Белорусской линии, даже, как ответил на вчерашнее заседание участников Конгресса в среде здоровья, что для того, что для меня очень интересно. Тем не менее, в ходе борьбы с Бонапартом, взирая на объективные различия профессионального края, в большинстве своих обе церкви, измонулировали это состояние для надуши, используя чрезвычайно похожие стратегические методы и политические индоктринации посредством религиозного дискуссия. Вместе невозможно говорить о полном сложном ситуации, так как в начале XII столетия испанская церковь находилась в более ослабленной позиции по сравнению с островом. Все было выгодно ее постоянно разговляться с инфеканом и все более регулярно дешевле государства журнамического положения испанского владельца. Теперь уже католическая церковь в Испании не могла провозглашать себя Урбе и Торби в качестве единственной защитницы христианского мира и религиозных домов, как это было во времена правления Грады. Православная Россия тем временем продолжала по поведению церковь на световой церкви еще в современном так называемом Третьего Рима и с новой силой повозглашала свою спасительную истину, доверенную только России самим Господом Бога, что особенно ярко проявилось во время распространения Наполеона. Как говорилось, молитвенного рога предписанного ежедневного чтения во всем церковь Московской епархии и да увидят все страны как иметь благословительную людьми. Таким образом, очевиден вывод, что во время боя против Украинской Франции важнейшая роль играла фактор пасторского научника, а непосредственное участие русскому и испанскому нахоленскому в движении сопротивления имело решающие значения, и не смогло точно направить народное возмущение в профессиональные росты, где, собственно, и не бывало в то время политической государственного власти. Известно, что после изменения французов обеих сразу осуществлялись попытки либеральных реформ. К тому, примеру, создать Кадийский кортес в 1812 года и принять первую испанскую конституцию, и тем не менее, исполкнуть и собереть поражение. В России было подавлено восстание декабристов, и начиналось сфера православие, удержавая народность. А в Испании либералы сочли для лучше постепенно вернуться к монархическому устройству государства. Кроме того, в прогрессивно настроенных кругах испанского общества взячески поддерживалась идея постепенного сближения с ахаллической церкви, продемонстрировавшей значительное влияние на политическую ситуацию в ходе войны за независимость. Из-за горами была яхмельная конституция, произошедшая в 1714 году, и реставрация фургонов, случившуюся в 1713 году. Крест и коровы по-прежнему были разделены, взаимно поддерживая друг друга и еще больше управляя позиции в среде своих христианских портах в мирных, но особенно в военной надежде. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.